Да-да-да-да-да! Это подкаст. Акции в поддержку Навального и жесткие задержания в городах Кавказа. Отчеты силовиков об убитых по подозрению в терроризме. Удаленные посты чеченской звезды UFC. Побег из футбольного клуба «Ахмат» и отказ «Газпрома» от сбыта газа в Дагестан. Об этом в 13-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Новости этой недели вам расскажу я, Катя Филиппович. Поехали! В воскресенье в городах Северного Кавказа и Юга России снова прошли несогласованные акции и шествия в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального. Отпускай! 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 Акции состоялись в девяти городах. Краснодаре, Ейске, Анапе, Сочи, Новороссийске, Армавире, Махачкале, Пятигорске и Ставрополя. В этот раз на них пришло меньше участников, чем недели ранее. Но задерживали их гораздо жестче. Как и в прошлый раз, больше всего людей собралось на шествие в Краснодаре. Там на акцию пришли порядка двух тысяч человек. В самом конце, когда участники уже расходились, силовики в Гражданском начали случайным образом выхватывать людей из толпы и затаскивать их в полицейские автобусы. По данным штаба Навального, всего в этот день в Краснодаре задержали порядка 40 человек. Примерно такое же количество задержанных было в тот день и в Сочи. Но акция в поддержку Навального в этом городе фактически не состоялась. Еще до ее начала силовики затолкали активистов в специально подогнанный автобус. В Ставрополе участники акции в поддержку Навального успели собраться в центре города, но не успели ее провести. Спустя 10 минут на площадь выбежали бойцы ОМОНа, окружили протестующих, их было около ста человек, и начали задержание. Среди задержанных в Ставрополе оказались несколько журналистов. Если верить местным СМИ, после предъявления редакционного задания силовики их отпустили. Жестче разгон прошел в соседнем Пятигорске. Там на акции задержали 48 человек. В их числе двое сотрудников Комитета против пыток Магомед Аламов и Константин Гусев. Они не участвовали в самой акции, а следили за соблюдением на ней прав человека. Вместе с ними в одном УВД оказался корреспондент «Кавказ Реалии», который по редакционному заданию отправился снимать протест. Журналиста до вечера следующего дня продержали в камере, а двух правозащитников приговорили к 10 суткам административного ареста. В Махачкале, как и в других городах Кавказа, в полдень-воскресенье на главной площади города дежурили автозаки. Но когда туда пришли несколько сторонников оппозиционного политика, силовиков уже не было. 15 человек смогли собраться, а потом свободно разойтись. Но это, по сравнению с другими городами, конечно, исключение, чем правило. Спустя два дня после прошедших во многих городах России акций в поддержку Навального Симоновский суд Москвы принял решение отправить его в колонию. Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено на три с половиной года колонии общего режима. Мне кажется, сейчас невозможно жить в России и не знать, сколько именно Таллина Навальному. В 2020 году на Северном Кавказе убили более 20 человек, которых российские власти называют боевиками. О такой статистике на этой неделе отчитался командующий объединенной группировки войск генерал-лейтенант Василий Федорук. По его словам, за 12 месяцев силовики обнаружили 70 подозреваемых в пособничестве боевикам, задержали 480 человек, находящихся в розыске, а также уничтожили более 100 объектов так называемой инфраструктуры подполья. Что это были за объекты, генерал не уточнил. Триггером большей части этих так называемых спецопераций могло стать убийство сотрудника Росгвардии в Ингушетии у Вайса Алиева. Его машину в июле 2020 года расстреляли неизвестные неподалеку от села Яндаре. На этой неделе в Ингушетии задержали троих местных жителей. Их власти обвинили в пособничестве боевикам. По версии силовиков, они могут иметь отношение к убийству бойца Росгвардии. Их подозревают в том, что они перевозили боевиков на своих машинах, а также помогали им продуктами и деньгами. Но о том, кто именно убил росгвардейца у Вайса Алиева, и кому именно эти трое помогали, неизвестно. На фоне этих событий о фабрикации дела о терроризме в Дагестане в письме Владимиру Путину заявил бывший полицейский начальник из Кизлярского района Гази Исаев. Напомню, Исаева арестовали в ноябре 2020 года. ФСБ называет его участником террористической организации «Имарат Кавказ». Следствие считает, что он лично отвез на автостанцию в Кизляре одну из смертниц, совершившую взрыв в московском метро в 2010 году. Тогда жертвами терактов на станциях Лубянка и Парк культуры стали 39 человек. Гази Исаев с самого начала заявлял о заказном характере дела против него. В письме Путину бывший силовик утверждает, что, цитата, «стал террористом, как только задел интересы ФСБ в Кизлярском районе». Пока Исаев сидит в СИЗО, в Дагестане в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» заподозрили шестерых подростков. Следствие считает, что они поддерживали экстремистскую идеологию и создали террористическую ячейку. По этой статье им грозит до 20 лет тюрьмы. О том, существует ли все еще на Северном Кавказе структура, действительно способствующая радикализации, в том числе и молодежи, нашему подкасту рассказал политолог Руслан Курбанов. Смотрите, широких факторов масштабной массовой радикализации мусульманской молодежи Кавказа не осталось. Я имею в виду вот это вот диверсионное подполье, там Джанат Шариат, Имарат Кавказ, вот эти все структуры, подпольные, лесные, на Кавказе уничтожены. Этот фактор ликвидирован, его нет. Плюс большое влияние сирийских дагестанцев, сирийских кавказцев, которые в сетях призывают к радикальным позициям, он присутствует, но не настолько массовый. И молодежь переболела, скажем, сирийской романтикой, и она сейчас больше увлечена зарабатыванием денег и так далее. То есть, если есть процент радикализации, идейной радикализации, то он в пределах какой-то статистической погрешности. Он есть, но он не является определяющим фактором. Причем вполне возможно, что часть этой статистической погрешности радикализирующихся молодых людей даже покрывается вот этими оборотнями в погонах, которые играют в радикализации, подталкивают молодежь к радикализации, ведут молодежь в сетях к радикализации через своих правдивных агентов. Это же разоблачено столько фигур и столько офицеров и сотрудников правоохранительных структур, которые просто пестовали молодежь, подталкивали ее к радикализации, выдавливали в лес, чтобы потом успешно с ней бороться, осваивать бюджеты на контр-террор, на антитеррор. Как бы сейчас не настолько масштабно, но сейчас большая часть бюджетов выделяется не на силовое масштабное фронтальное подавление в боях, не в контр-террористических операциях, их уже не осталось. Сейчас борьба сместилась в сети, и бюджеты выделяются на борьбу в сетях. И, естественно, нечистоплотные сотрудники, для того, чтобы иметь факты, по которым можно отчитываться и зарабатывать себе дополнительные звезды на погоны, естественно, они не могут устоять перед соблазном, провоцировать, подтолкнуть каких-то несовершеннолетних, незрелых ребят к вхождению в какие-то потайные группы, где обсуждаются радикальные идеи, а потом успешно их разоблачивать. Студия подкастов Радио Свобода Эта новость появилась уже после того, как мы записали основную часть подкаста. В Нижнем Новгороде полиция задержала уроженцев Чечни Салиха Магомадова и Исмаила Исаева, которым российская ЛГБТ-сеть помогла уехать из республики в июле прошлого года. Силовики увезли их в Гудермес. Около трех часов дня один из молодых людей связался с правозащитниками с просьбой о помощи. На место проживания Магомадова и Исаева приехал адвокат Александр Немов, который обнаружил следы погрома. Правозащитники отметили, что в течение нескольких часов ни один из полицейских отделов в Нижнем Новгороде не мог подтвердить информацию о задержании Магомадова и Исаева. После того, как адвокат обратился в полицию по факту хищения, стало известно, что молодых людей увезли в Чечню. Погрануправление ФСБ по Чечне ищет сотрудников Волгоградской области, которые бы согласились работать в республике. Как следует из объявления, кандидаты должны быть не старше 30 лет. На службу принимают как отслуживших в армии, так и имеющих диплом о высшем образовании. Главное требование к будущим прапорщикам и сержантам – отменное здоровье и отсутствие осудимостей. Судя по объявлению на сайте погрануправления ФСБ по Чечне, людей ищут для охраны госграницы в горах. Контрактникам обещают соцпакет и возможность покупки жилья в ипотеку. При этом Чечня стабильно остается в тройке лидеров по безработице в России. По данным рейтинга РИА Новостей, за 2020 год республика заняла третье место по числу безработных. Их там 21%, уступив лишь Штыве и Ингушетии. О том, почему при катастрофической безработице ФСБ по Чечне ищет сотрудников из других регионов, мы попытались узнать в самом погрануправлении. По номеру, который указан в объявлении, нам сообщили, что со СМИ напрямую не общаются. И куда можно было бы обратиться с таким вопросом, не знают. Для нашего подкаста о возможных причинах такой кадровой политики рассказал чеченский правозащитник Руслан Кутаев. Чеченцу по национальному признаку вот в эти организации не набирали. Это ничто иное, как недоверие к чеченцам. И вот сегодняшнее такое братание руководства Чеченской Республики и якобы такого безраздельного доверия к чеченцам, это лишний раз свидетельствует о том, что стороны на самом деле лживые такие делают заявления, на самом деле вот это недоверие, оно и осталось. «Газпром» планирует отказаться от сбыта газа в Дагестане, оставив при этом только оптовые поставки. Причиной для радикального решения компания называет неплатежи и незаконные врезки. Всего дагестанские потребители должны за газ около 15 миллиардов рублей. Такие подсчеты привел глава компании Алексей Миллер в письме российскому премьер-министру Михаилу Мишустину. Из-за неплатежей населения Миллер называет бизнес по сбыту газа в Дагестане убыточным. Всего «Газпрому» принадлежат 18% газораспределительных сетей в республике. Из-за финансовых потерь компания просит правительство передать их единому федеральному оператору, то есть отдать на откуп государству. Себе же «Газпром» хочет оставить только оптовые поставки. «Газпром» — национальное достояние. Незаконные врезки остаются острой проблемой для Дагестана, как и нечистые на руку чиновники, приближенные к газовой трубе. В марте прошлого года выяснилось, что потребителям газа в Дагестане компания «Газпром Межрегионгаз Махачкала» незаконно начислила более 3 миллиардов рублей. Она необоснованно увеличила плату за газ в отопительный сезон. Так следует из материалов прокурорской проверки. Теперь к новостям спорта. На этой неделе у нас их две. Первая чеченский боец UFC Хамзат Чимаев сначала поддержал подравшегося с ОМОНом на митинге 23 января студента МГУ Саид Мухаммада Джумаева, а потом удалил этот пост из своего инстаграма. Напомню, Джумаев подрался с несколькими ОМОНовцами на митинге в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального. После этих событий боец UFC Хамзат Чимаев выложил пост с фотографией арестованного студента и подписью «Свободу». Но через некоторое время призыв освободить Джумаева исчез. Когда удаление поста заметили СМИ, Чимаеву пришлось объясниться. Он заявил, что удалил пост в поддержку земляка по требованию своего брата. Хотя, возможно, спортсмену просто стала известна официальная позиция руководства Чечни по этому делу. До днях глава республики Рамзан Кадыров обрушился с критикой на сайт Мухаммада Джумаева и назвал его, цитата, «козлом и трусливым шакалом». И вторая новость из мира спорта. Нападающий чеченского футбольного клуба «Ахмат», родом из африканской страны Габон, сбежал из этого клуба. Речь идет именно о побеге, а не о разрыве контракта по соглашению сторон. Это подтвердил главный тренер грозненского клуба Андрей Талалаев. По его словам, спортсмен улетел в Африку и не вернулся. С тех пор в клубе его никто не видел, а спортивный директор сообщил, что игрок выбыл из команды. Футболист пришел в Ахмат в 2015 году. За команду он провел более 100 матчей в российской премьер-лиге, в которых забил 22 гола. На побег игрока руководство Ахмата уже пожаловалось в FIFA. Почему спортсмен сбежал из клуба, в котором провел 5 лет, до сих пор неизвестно. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Слушайте нас на всех платформах с подкастами. Мы всегда ждем ваши лайки и комментарии. С вами была я, Катя Филиппович. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Привет! Я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях. Субтитры подогнал «Симон»!